Добрый день с вами канал EA Industry и сегодня у нас видео обзор масляных фильтров Kia Hyundai на бензиновые моторы. Давайте подойдем более индивидуально к каждому фильтру, сделаем распаковочку, рассмотрим каждый из фильтров. Давайте рассмотрим оригинальные масляные фильтры. Три упаковки масляных фильтров оригинальных. Это упаковка Mobis Kia Hyundai, это упаковка, своя упаковка General Parts. Чем же они отличаются? Это все оригинальные фильтры. Hyundai упаковка Mobis, это для внутреннего корейского рынка. Они также могут быть в упаковке Kia Mobis для внутреннего корейского рынка. На фильтре мы видим Kia Hyundai, голограммка Mobis. Своя упаковка она может также быть как и Kia, так и Hyundai. General Parts это на европейский рынок. Здесь голограммки не будет. На фильтре мы видим Kia Hyundai, MAN фильтр. То есть в оригинал поставляет фирма MAN. Недорогого сегмента, то что касается корейских фильтров. Это фирма MAN, Korea Star, Partsmile. Это средний сегмент, но они себя зарекомендовали, сколько мы уже занимаемся. То есть их реально можно ставить, недорогой по цене. Но если сравнивать с оригинальным фильтром, как бы цена отличается, грубо говоря, где-то в полтора-два раза. Если так сильно заморачиваться, то, конечно, лучше ставить оригинальный фильтр и не мучать себя там десять тысяч. Вот у меня может стоить неоригинальный фильтр. Лучше поставить тогда оригинал и забыть там на десять тысяч. Вот если даже взять оригинальные фильтры, вот они даже по весу отличаются. То есть фильтрующий элемент это оригинальный фильтр, это Korea Star. Вот по весу чувствуется разница. Многие сейчас приходят, да, это как бы один из факторов качества фильтра в вес фильтра. Но если это действительно вес отличается по фильтрующему элементу, чем плотнее бумага, тем он тяжелее. Это да. Но вот если взять с недорогого сегмента фильтр фирмы Ryder, то он как бы еще тяжелее, чем оригинальный фильтр. Но я думаю, что здесь бы несколько фильтрующий элемент плотнее, чем в оригинальном. Он не может быть даже плотнее, а просто может сам вес самого металла. И поэтому он тяжелее. Так что на это да, можно делать акцент в качестве фильтра. Чем тяжелее, тем лучше. Но вот на примере вот этого, не всегда это факт. То, что касается оригинальных фильтров, у нас есть отдельное видео четко по оригинальным фильтрам. Будет ссылочка внизу, вы посмотрите. Мы остановимся четко на оригинальных фильтрах. Как отличить подделка, не подделка. Чем они отличаются, даже между собой. Потому что в разных упаковках разные фильтры бывают. То, что лично из представленных образцов нравится мне, это фирма Speedmate. Это чисто корейский фильтр. Он самый приближенный к оригинальному фильтру. Это действительно качество хорошее. Это не есть реклама. Но вот если у меня спросите, что же купить лучше. Оригинал либо Speedmate. Цена отличается полтора раза. Speedmate можно ставить не бояться. Потому что тогда действительно качество. Здесь правильный сделан клапан. Здесь правильно уложена бумага. И по весу они практически не отличаются. Сделан очень достойно, очень качественно. Это действительно качественный фильтр. Действительно приходят люди, замечают, что если взять, к примеру, фильтр. Например, у фирмы Raider и оригинальный. Каждый производитель делает чуть-чуть конструктивно по-разному. Там немножко размерами отличается. Вот если взятым диаметром, высотой. Это ничего там страшного такого нету. Каждый производитель делает по-своему. Вот если даже взять, на примере, оригинальный фильтр Mobis и то, что идет на европейский рынок. Вот фирма MAN. Смотрите, вот тут визуально у них есть тоже отличие немножко по высоте. В диаметре как бы отличия нет у самого корпуса. Но по высоте есть. То есть качество не в этом закладывается. Какие-то там миллиметры отличаться фильтр визуально по размерам может. Давайте подытожим наше видео. Что же мы рекомендуем? Ребята, все представленные образцы мы можем рекомендовать. Ни один из них не является каким-то, я извиняюсь, скажу прямо каким-то фуфлом. Просто есть дешевые фильтра. Это, допустим, заходит человек и говорит, мне надо фильтр. Я говорю, там есть фильтр 70. Это очень дорого. Есть что-то дешевле. Вот фирма Raider. Это недорого, но это можно ставить, оно свое отрабатывает. Оригинальные фильтра мы упустили, это понятно. Это не очень недорого, но это оригинальный конкретно фильтр. Главное не попасться на подделку. Об этом я уже сказал, у нас есть видео отдельное, то, что касается оригинальных фильтров. То, что касается корейского сегмента. Фирма Raider это венгерский бренд, но завод стоит в Китае. Это честно и откровенно. То, что касается корейского сегмента недорогого, это недорогие фильтры. Это чуть-чуть дороже фирмы Raider. Это тоже мы продаем. Очень многие довольны. Кто-то даже в комментариях пишут, что это нельзя ставить, это там плохо. Но там есть свои нюансы. У нас есть очень много видео, это можно послушать, увидеть. Вот фирма Spindmate. Еще раз я делаю ударение. Это я бы на своей машине поставил бы Spindmate, либо оригинал. Это действительно качество. Это берешь в руки. Это видно, что это качественный фильтр. Действительно корейский. Действительно сделан достойно и качественно. Еще раз повторюсь, это не является рекламой в Spindmate. Подписываемся на наш канал, ставим лайки. Всем удачи!